Монета 5 гривен 2019 года была продана за 16 тысяч гривен на площадке в Виолите. Ссылку на продажу я прикреплю в описании к видео или в первом закрепленном комментарии. Зайдите и посмотрите, сколько было ставок и следящих за этим лотом. Именно там, в разделе «Монеты Украины для обращения и пробные» можно встретить интересные монеты для своей коллекции. Давайте обсудим эту монету и почему такая цена. А еще в этом ролике я проведу розыгрыш «Монеты передовая». Итоги конкурса и кто ее получит. Смотрите дальше в видео. Для участия в подобных конкурсах, в которых я разыгрываю монеты и деньги, просто будьте подписчиком моего канала и оставляйте комментарии в каждом моем видео. Ну что, поехали! Если вы проверите свой кошелек или даже копилку, вы с легкостью найдете 5 гривен 2019 года. Но так дорого продалась монета именно с очень значимой особенностью. Сейчас я покажу эту особенность на примере 50 копеек 1996 года. Вы видите аверс монеты 50 копеек. И если мы перевернем его на другую сторону, то мы видим тоже аверс монеты. Это пробная монета. Уже тогда думали, как можно удешевить производство монет. И мы видим, что это пробник на неродной заготовке. Она магнитная. Если проверить просто обычным магнитом. Вот видите, 50 копеек 1996 года не притягивается. И эти 50 копеек пробные. Их тестировали на разных заготовках. Вот, например, еще одна магнитная. Это сталь, покрытая никелем. Так, вернемся к монете 5 гривен 2019 года. В этой монете, которая продалась на Виолите, тоже от Чеканин Аверс Аверс. Скорее всего, монета была сделана специально для коллекционеров. Так как пробные монеты делались в 2018 году. Не думаю, что она пробная. То есть, если был бы Аверс Аверс 2018 года, можно было посчитать эту монету пробной. Или, например, Реверс Реверс. Там непонятно какой год. И могли пробовать оборудование, чтобы понять, как выглядит монета. Но так как мы видим год, то в этом году эти монеты уже Чеканин с серьезными тиражами. И получается, что она, скорее всего, сделана была не как пробная монета для заработка на коллекционерах. Но вопрос, сколько же может стоить такая монета? На самом деле, ответ довольно прост. Столько, сколько за нее готовы заплатить покупатели. Это может быть 1000, 2, 5, 10, или здесь мы видим даже 16 тысяч гривен. Напишите в комментариях, сколько бы вы готовы отдать за такую монету? Написали? Давайте обсудим эту тему в комментариях. И переходим к розыгрышу монеты передовая. Я отправлю ее бесплатно победителю. Поехали! Друзья, для участия в розыгрыше необходимо было написать комментарий под этим видео и быть подписчиком моего канала. Мы берем ссылку на этот видеоролик. Надеюсь, все у нас произойдет отлично сходу. Мы определим победителя. Вставляем ссылочку на тот видеоролик, в котором у нас есть конкурс. 459 комментариев. Проверяем, чтобы оно у нас определяло выбор и за втором, и проверка подписки. И нажимаем старт. Сейчас быстро-быстро, видите, проходит анализ комментариев. Мы уже узнаем, кто получит вот эту монетку с бесплатной доставкой. И сейчас люди смотрят в эфире, в инстаграм. Огромный привет всем, кто подписан на мой инстаграм и кто задает вопросы. Ну что ж, посмотрим, кто выиграет. Самый фартовый. Сейчас посмотрим. Есть один видеоролик на канале. Поздравляю победителя данного конкурса. Есть у нас подписка. Спасибо, что оставляете комментарии, ставите лайки. Вот так быстро-быстро вы разыграли данную монетку. Я отправлюсь, свяжусь с девушкой, которая оставила этот комментарий. И до новых встреч!